Сезон глубины. Первая неделя и первое впечатление. Погружение под воду, возвращение локации Титан, за которые игроки уже когда-то платили, повышение, кстати, цены на этот самый сезон. Сезон, в котором нам обещали дать ответы на часть вопросов дополнения Конец Света. Стоит ли этот сезон нашего внимания? Какие у меня от него впечатления? Кто в него будет играть, а кому можно пройти и на Ютубе? Вот об этом сейчас и поговорим. Сначала реклама, а потом начнём. Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис двинг.нет, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит своё время и нервы. Благодаря обновлённому функционалу сервиса, больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинге есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. По традиции серверы игры упали на старте и пустили нас поплавать чуть ли не через 2 часа после предполагаемого запуска. Тут я не буду особо останавливаться, эта печальная закономерность уже воспринимается как должная. Так что просто скажу, что кажется, теперь нужно всегда иметь в виду, что новый контент завозят на час или два позже объявленного. Как в кинотеатре. Реклама перед фильмом 20 минут, значит можно не спешить к началу. Впечатлениями делиться начну с его истории. Какие мысли от сюжета сезона, который только начался? Ну на самом деле старт весьма неплохой. Я бы даже сказал, что сюжет этого сезона куда больше связан с дополнением Конец Света, чем предыдущий сезон Сопротивления. И нас не обманули в этом плане. И правда появляется больше ответов на вопросы о Послушнике Калусе, о Тьме, о Свидетеле и даже вы не поверите, о Долбанной Вуале. Тут целый квест есть, который доступен игрокам с концом света, который разворачивается в Неамуне и снова приводит нас в зал с Вуалью. Параллельно о Сирис и Нимбус делятся информацией на этот счет, там и вспомнили про фокусы со временем культа войны и о ученых коллектива Иштар. И вроде все равно еще есть огромное пространство для спекуляций, но все же направление развития сюжета становится более понятным. Правда кроме этого, в первый же день в сеть слили заключительную катсцену сезона. Я ее показывать разумеется не стану, но вас прошу просто быть осторожным, если не хотите спойлеров, тем более неизвестно сколько продлится сюжетка сезона. Кстати, это если что не спойлер, я не знаю наверняка, но командор Слоун, вендор Смотритель Титана, возвращена вполне органично и ее арка с помощью монстру Левиафану очень интригует. Я лишь скрестив пальцы желаю, чтобы это не оказалось еще одним близким знакомством с персонажем, чтобы потом его драматично убить. Ну и надеюсь, что сюжет сезона не закончится как у прошлого за 4 или 5 недель, потому что потенциал правда интригует. В сезоне, как известно, нам вернули Титан, но как я и предполагал, не целиком. Точнее даже не не целиком, а вообще вернули только в рамках сезонных активностей на шестерых человек. Да, тех самых наших любимых. В этот раз они ничем, в общем-то, не отличаются от своих предыдущих аналогов, разве что нас заставляют таскать тяжелые замедляющие релики, которые утомляют. Но в остальном ничего нового. Все еще в этом плане Panopticum Calus остается недостижимым идеалом подобных активностей. И я же все жду, когда эти активности сезонов будут хоть как-то развиваться, например, в сторону рогаликов. Это бы очень круто сказалось на реиграбельности и предложило больше интересного игрокам, и возможно в них бы кто-то реально хотел играть в таком формате. Ну и подводя итог по Титану, это, конечно, грустно, что спутник не вернули полноценно, но с другой стороны, зачем бы он нам был нужен в игре сейчас, вот честно. Я понимаю обиду за удаленный контент и не собираюсь рассуждать на эту тему в очередной раз, но вот реально, куда нам те планеты сейчас? Так что не удивлюсь совсем, если в следующих сезонах мы также окажемся на Ио или на Меркурии в рамках сезонных квестов и активностей. Еще в этом сезоне появилась новая фича – плавание. Я знаю, что некоторые игроки были прям в ожидании и чуть ли не на хайпе от того, что нам дадут новую механику передвижения и исследования. На меня этот хайп, правда, не распространялся. У меня были опасения, что уровни с подводным плаванием могут оказаться скучными или даже унылыми, и я писал об этом в телеграме у себя, потому что так уж заведено как-то в игровой индустрии, что водяные уровни не особо-то игроки любят. Они медленные, они не всегда настолько завораживающие, какие могли бы быть, и в общем, всегда они такие филеры, если они есть в каких-то играх. И по факту так и оказалось. Как многие предполагали, плавание – это просто ходьба с замедленным модом, без оружия в руках и счетчиком кислорода. Но, честно говоря, не знаю, чего тут можно было еще ожидать. В рамках сезонной активности или подземелья это выглядит все равно прикольно и хоть сколько-то свежо для серии, но это определенно не то, что я бы хотел вот видеть постоянно в игре, регулярно в разных активностях. Ну и спидраннерам жестко палок этим наставляли в колеса, что есть, то есть. Никакого фана, просто плыви. Еще одна новинка сезона – ивент с рыбалкой. И, я знаю, выглядит странно. Просто один сплошной криндж, когда сидишь, играешь в Destiny и ловишь себя в моменте, что ты тупо рыбачишь. Максимально пассивный и ленивый геймплей. Да и вообще, когда были сливы по сезону и была инфа про рыбалку, тогда сразу появлялись мысли – Черт, Банжи, ну серьезно, о чем вы думаете? Но знаете что? Она мне нравится. Вот без иронии. Я заколебался бегать активности ради того, чтобы иметь шанс получить очередной рискин оружия. Так что побегать в активности пассивно, набрать наживок и потом под подкаст или сериал, или под байки с напарниками посидеть и половить рыбу, которую потом можно поменять на весьма годное оружие? Да почему нет? Ну скажите. Я почти не сомневаюсь, что эту фишку можно будет возвращать в рамках ивентов с определенной периодичностью. И очень удивлюсь, если Банжи не будут распоряжаться такой возможностью, я бы по крайней мере этого хотел. Единственное, рыбалку эту нужно еще все же чутка докрутить. И я уверен, что скоро докрутят, чтобы она не сбивалась с соседними обычными открытыми публичными мероприятиями. И был более прозрачный шанс дропа экзотической рыбы. Хотя, опять-таки, мне кажется, ценнее легендарная. Она же меняется на легендарное оружие, которое мы фармим. Да, это тот же фарм, но другой. Если мы в игре, в которой никогда не сможем отказаться от фарма, то надо добавлять больше способов этого фарма. Более разнообразных. Лучше я так буду паек этот самый фармить, чем в плейлисте Гамбита. Жаль, я свой рыбацкий стул, который тут уже мемом стал, оставил после переезда, а то так бы было полное погружение в опыт. Холодного пивка бы поставил, удочку закинул и балдел. Но больше всего меня в сезоне удивил новый данж. Подземелье. Призраки глубин. Оно вот прям классное. Довольно простая основная механика, разнообразные локации и очень годные награды. Тут и сет, наконец-то, который прям хочется собрать на все классы. И оружие есть с годными перками. Та же ПП, одна из лучших в игре, с хорошим набором перков и для ПВЕ, и для ПВП. Я вот все переживал, что упустил ППшку из сезона видения, та что солнечная мини-мида. Так вот, тут теперь есть способ сформить новую, тоже солярную, надо не забыть. Ну и локации, правда. Очень красивые коридоры и станции аркологии, сменяющиеся на залы улья. Офигенная смесь, по-моему, и очень приятный контраст. Да, все прям очень намекает на королеву-ведьму, и можно и правда предположить, что если бы Банжи не сменили планы и не добавили финальную форму после конца света, то это подземелье вышло бы именно в году королевы-ведьмы. Но даже сейчас оно не смотрится чужеродно. Наоборот, приятное напоминание о том, какое крутое дополнение выходило у нас до конца света. Финальный зал с главным боссом подземелья, ребят, сейчас будет спойлер, так что перемотайте вот сюда, если не хотите испортить впечатление. Так вот, финальный этап это просто охренеть, как впечатляет и удивляет впервые. Когда я попал в него на первом прохождении, я вообще не отупил сначала, что там происходит, но когда до нас дошло на что мы смотрим, точнее на кого, впечатления нахлынули с новой силой. Тело Орикса, дрейфующее в космосе, после того, как мы убили его в далеком 2015 году, вот оно перед нами и его пытаются вернуть к жизни. Ну, просто супер эпично и до мурашек это выглядит. Так что я бы прям советовал хоть раз, но таки найти команду и закрыть это подземелье, чтобы увидеть это своими глазами. Из минусов данжа могу назвать только середину активности с просто до смешного утомительным вечным падением. Просто постоянно ниже и ниже падаем, опускаемся на самое дно, потом озираемся и находим очередной лаз, который ведет еще ниже. Да, все эти локации под водой тоже жесть красивые, но геймплей они замедляют знатно так. И кажется, что если бы этого не было, подземелье было бы раза в два короче. А, и конечно, еще приятный бонус сезона, не надо было качать силу у персонажа. Наконец-то вышел сезон и ты сразу идешь играть в него и ждешь активности именно, которые предлагает этот сезон, а не формишь контент пятилетней давности, чтобы подкачаться. Добычи ценной в этом сезоне и правда много. Оружие на рыбалке, любимое игроками из нелюбимого суда и гамбита. Паек будут формить многие, хоть он сейчас не то чтобы может противостоять мете в пвп, которая, кстати, никак не изменилась после всех нерфов. Оружие из последнего желания получило реворк с новыми перками и, конечно же, красными рамками. Это заставляет всех как нифс себя фармить энкаунтер этого рейда. Экзотики тоже стали ближе к народу. Во-первых, у Икоры теперь можно по небольшому поручению получить экзоты под разные подклассы, что будет полезно новым игрокам, я полагаю, чтобы понять, какие особенности подклассов могут усиливаться при правильно подобранном экзоте. И у Криптарха можно получить тот экзот, который нужен через более точную фокусировку. Это тоже плюс. Разве что статы там, конечно, оставляют желать порой лучшего, но Банжо уже сказали, что будут это менять, и нам можно будет пытать удачу на то, чтобы ловить достойный шмот из экзот инграм. Ну и выводы. Стоит ли играть в сезон, если стоит, то кому? Ну, если вы постоянный игрок в Destiny 2, если вы одержимы идеей получить лучшее снаряжение с сезона в сезон, то, разумеется, упускать нельзя. Сезону глубины есть, что предложить таким, как вы. Если вы просто наслаждаетесь свежим контентом, и страха что-то упустить у вас нет, залетайте по вторникам, закрывайте сезонный сюжет, получайте награды, пробегите подземелье разок-другой, и ждите следующий сезон, в котором нас ждет еще и рейд. Ну а если вы не играли в игру после прохождения сюжетки конца света, то смело подписывайтесь на канал и на мой телеграм, следите за контентом на нем, и я буду вам рассказывать о самом интересном. А потом залетайте в дополнение финальная форма год спустя, чтобы встретить финал вместе с Кейдом 6. Я сам планирую играть в сезон чуточку так больше, чем в прошлый, потому что все же есть легкий страх упустить что-то ценное, и не получить некоторые гадроллы пушек, что потом может сыграть со мной злую шутку в грядущих рейдах. Но больше я все же буду следить за сюжетной историей, чтобы не потерять тонкую и без того нить повествования. И прежде чем сказать заключительные слова, хочу вам подсказать о классном конкурсе, который запустил мой приятель. В нем можно выиграть физические призы, крутейшие, например, револьвер последнее слово или нож охотника, а также целую россыпь коллекционных эмблем. Подробности о розыгрыше в закрепленном комментарии все просто. Продлится он до 4 июня, так что поспешите. Что ж, если вам понравилось или не понравилось видео, и мои мысли, ставьте лайк или дизлайк. И пожалуйста, напишите комментарий с оценкой сезона Пошка лет до 10 в комментариях. Посмотрим, какой у нас средний балл наберется. До связи!